всем привет что вы с вами все про дорогие смартфон это разговариваем сегодня пришло время вот этому тамагочи это iphone с и смартфон которая компания apple выпустила если не память не изменяет 21 марта 2016 года в любом случае ему уже два года как точно есть это уже старое устройство хотя это народный смартфон с ним ходит огромное количество людей до сих пор продается и в этом году компания apple сделала непоправимое она отказалась от производства этих смартфонов вместе с десятым айфоном она убрала с продажи еще и с ешку смартфон последний смартфон компактный смартфон на который многие ставили надежду помните новости iphone седва выйдет не выйдет нет друзья не выйдет к тому же я считаю что 2018 году на смену iphone с не пришел на морская так iphone 7 смартфон который тоже актуален но сегодня не о нем о нем немножко позже поговорим в это видео сегодня мы говорим про ios 12 17 число сентября релиз ios 12 вышла мы накатили на этот смартфон от прошивку естественно но что самое интересное этот смартфон до этого работал на ios 10 то есть владелец этого смартфона принципиально не обновлялся на ios 11 то есть мы в один день сделали сразу два шага обновили на ios 11 обновили на ios 10 12 хочу сразу сказать правильно делали что не обновляли на ios 11 потому что это было ну скажем так очень не оптимизированная операционная система и что я замечаю сейчас получается что ios 10 на iphone с е работает значительно быстрее чем на ios 11 но как только вы устанавливаете на этот смартфон ios 12 ios 12 работает быстрее чем ios 10 я сейчас просто лажу по меню смотрю с какой скоростью срабатывает анимация с какой скоростью запускается приложение safari app store камера и я такой а вообще смартфону два года у него 2 гигабайта оперативной памяти он работает на процессоре apple a9 хороший процессор для своего времени но уже два года прошло с другой стороны для такого смартфона много это и не надо разрешение экрана там и g1136 на 640 точек если память не опять-таки не изменяет хотя на таком экране в принципе этого незаметно то есть здесь вы никогда не разбить и никакие пиксели одно могу сказать что долгое время я не пользовался такими маленькими смартфонами сейчас я выберу открываю допустим safari хочу что-нибудь прочесть и бывают моменты в которых мне приходится конечно напрягать зрение то есть маленький экран не привычно для меня это к этому там как там где там и то есть нужно время чтобы переориентироваться да и в принципе зачем мне это делать потому что к этому формату мы уже никогда с вами может быть к сожалению может быть к счастью не вернемся вот что я хотел вам сказать друзья ios 12 как и заявляла компания apple еще в прошлом году или в этом году когда там было да вот да было в этом году да она действительно оптимизирована она реально оптимизирована на старых устройствах она работает просто как зверь к тому же мы не знали что с аккумулятором этого устройства из тела ios 10 а с ios 12 мы можем запустить приложение которое показывает нам насколько живуч наш аккумулятор здесь показывает 93 процентов вообще в порядке 93 процента смартфон работал какое-то время да и сохранился объем и смартфону не нужно выключать производительность процессора чтобы работать как бы дольше вот наверно за счет этого он работает так быстро как только батарейка умрет вы будете уже выбирать либо же ограничивать производительность процессора либо же заменить аккумулятор кому что больше нравится кому что больше по карману как говорится но я просто я очень сильно удивлен тому как такой маленький смартфон двухгодичной давности работает я просто даже знаете не знаю сейчас попытаюсь взять какой-нибудь смартфон который у меня есть какой-нибудь galaxy galaxy ноут девятый суша дай galaxy ноут 9 там где-то он лежит я сейчас прикол ради положил galaxy ноут 9 рядом со сей это конечно просто такой диссонанс размеров экрана то есть когда у тебя экран больше чем смартфон если просто попытаюсь запустить одновременно chrome посмотреть какой скоростью это открывается и там и там она открылась и дина просто одинаково ну то есть с одной и той же скоростью до анимация сработал то есть galaxy ноут 9 смартфон 2018 года понимаю что это не очень репрезентативное сравнение просто чтобы вы понимали смартфону два года смартфон стоит абсолютно адекватных доступных денег и он отрабатывает именно с выхода ios 12 просто великолепно давайте еще раз я постараюсь выгрузить это все дело из памяти до выгрузил тут на ios это делается гораздо труднее но как есть и то есть реально одинаково срабатывает браузер вот та штука которой мы пользуемся каждый день до браузер запустилась сейчас запустим клятое приложение фейсбук кстати это не мой смартфон то есть здесь не моя учетная запись ну как бы думаем что ничего страшного не будет правда ну здесь запустился в фейсбук там на 0 3 секунды как бы дольше чем на galaxy 0 9 ну как бы вот так теперь ищем инстаграмку и смотрим как это все на инстаграме работает так где у тебя тут инстаграм лёша 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 что происходит лёша я заблудился хотя он точно есть ну конечно инстаграм погнали ну здесь разница конечно заметно здесь заметно разница здесь прогрузил подольше хотя возможно здесь просто долго не открывался еще еще раз инстаграмка а ну теперь когда открыты конечно давайте закроем теперь оба приложения инстаграм и еще раз про проверим это дело но вот теперь разница не такая уж большая когда я закрыл два приложения и там и там где-то секунда задержки даже меньше чем секунду в общем ребята если у вас сейчас на руках iphone из е и вы сидите там на ios 10 боитесь обновляться что будет все тормозить хуже станет нет тормозить не будет реально оптимизировали работу операционной системы даже когда в сафари запускаешь тяжелые страницы она все очень плавно отрабатывает мягко я довольна я реально доволен за всех владельцев этого смартфона хотя опять таки я утверждаю что в 2018 году на смену iphone из е должен стать iphone 7 он до сих пор продается этот смартфон стоит уже где-то около 400 баксов и представьте себе как будет работать iphone 7 когда вы его тоже обновите на 12 это будет ракета это будет огненный смартфон у него прекрасная камера у него все хорошо с времени на фономной работы у него хороший экран там все как нужно вообще современный нормальный смартфон даже по-другому скажу смотрите возьмем примеру iphone 7 плюс смартфон который до сих пор есть у моей жены его можно купить мир баксов за 500 до условно возьмем самый дорогой iphone xs max который стоит две тысячи долларов вот если взять откинуть стоимость до этих смартфонов и сказать себе что гораздо крутого дает допустим iphone xs max по сравнению с iphone 7 ну для обычного человека не дико я думаю ничего да тут как бы ну чуть-чуть лучше фотографирует там побольше экран стал face они довели окей но как только вы поднимаете стоимость и понимаете что за это чуть чуть больше нужно платить тысячу долларов то здесь можно объективно сказать что мы переплата наверное не стоит того поэтому я призываю всех 2018 году ребят если вы покупаете себе новый iphone не цельтесь на самые дорогие смартфоны хотя кто я такое чтобы распоряжаться как бы да и указывать вам как тратить ваши деньги но мне кажется что в 2018 году покупка устройства apple с точки зрения iphone а она до сих пор целесообразный iphone 7 плюс iphone 8 плюс восьмерка вообще у нас в украине стульки так конских денег бешеных денег я не знаю что до сих пор просит цену такую почему не скидывают ее там около штуки зелени в магазинах стоит бред какой-то но сам факт то что даже покупка такого смартфона будет целесообразный то есть вы не получите такого прямо экстра нового уровня при переходе там на десятку либо же на iphone 10 x который даут это час выйдет макс икса смаза бы я вообще не знаю как их уже называть xs макс у нас бред какой-то в общем вот так друзья сидим на старых модельках наслаждаемся и внимательно смотрим что будет делать дальше компания apple потому что есть такое чувство что немножко сходят с ума там ребята немножко сходят с ума мне кажется что джонни айв а знаете как любой творец рано или поздно может сойти с ума и знаете есть такое понятие как кризис жанра там кризис творчество у любого человека такое случается согласитесь там у не знаю у поп-певца у какого-нибудь деятеля искусства и также у дизайнера может случиться какой-то кризис абсолютно возможно уже и произошел и мы этого просто не знаем чувак просто сидит уже там под наркотиками либо что-то делает и вот то что получается с точки зрения цены и позиционирования то и получается в общем можно спокойно сидеть на айфоне восьмом седьмом годик наблюдать что происходит что покажу через год поэтому вот это мое личное мнение сегодня мы говорили про iphone с е игрушечный смартфон реально игрушечный беру в руки и так как это вообще что такое не настоящий подписывайтесь на канал ставьте лайк и в телеграм-канал тоже подписывайтесь там мы постоянно какую-то подноготную пишем проекта пока